Говорящий дом и друзья Берегитесь злодеев или сразитесь с могущественным киберханком и эмонфиарным другом Подбородок проходит сквозь руку Голова проходит сквозь плеч Одежда поварится сквозь руку Рука фонарь чуть-чуть поварится сквозь одежды Одежда поварится совсем чуть-чуть-чуть поварится ноги Берегитесь злодеев или сразитесь с могущественным киберханком Берегитесь злодеев и бейся в злодей Чего? Лепким Джинджера! На руке Джинджей ничего нет, но там появился логотип суперсилы Да и почему у логотипа появилась белая вспышка? Другом! Лепким Джинджера! А как он так делается на Джинджер? Расскажите вам, как он делается? Создатель этого монтажа бросается логотип суперсилы Монтажер и на протяжении всей сцены создали этого монтажера за телефон Киберхэнк, это наш за... А вот сейчас не понял Клятый враг! Шароната! Расскажите, пожалуйста, а кто желтый шарик нарисовал в черном марке? Или Джинджер, или Хэнк? Напишите загадки в комментариях Это наш заклятый враг! Шароната! Ну да, Шароната, кто знает этого Шароната? И серьезно? Мы должны остановить его, пока он не надул весь мир! Пора бороться За справедливость! Рука провалится сквозь браслеты Подпородок чуть-чуть, чуть-чуть провалится от живот Рука фонарей, провалится одежду Шарик не должен быть, а к арбузу пинать Стоп! Положи арбуз и помоги мне с этим! Извини, нет времени, Бен! Джинджер пропал Корзина сместился чуть-чуть влево Плюс изменился освещение Почему так делать, если должна быть арбуза, не упасть? Задний фон до и задний фон после А ключ немного отведился На столе освещение отличается А белый листочек отведился ближе к Бену Шоколад появился из воздуха Так как не было вообще-то Телевизор сместился влево Глупый дом! Глупое неработающее изобретение! Гранату летит! Включите режим наблюдения! Бип-бип-бип! Здесь в этом месте посветлело И еще И там здесь на месте посветлело И там внизу потемнело Пальцы провалятся одежду Киберфимки! Вперед! А! Ау! А! 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 Уйдите! Прекратите! Ответка перевернулась А эта штуковина одни воздух повес Тут не воздух Вперед! А! А! Ау! Уйдите! Прекратите! Ухо провалится Хэнк-праслеты А затем Хэнк-подворот провалятся Спросил ухо Бена Изменился освещение А столик пропал Тень падает сюда, но тон сюда Граждане, наш долг защищать вас от злодеев и опасностей Шрепа провалится ухо Джинджера А зачем рука фонарь? Бен, рука провалится лицо Джинджера Не надо защищать, играйте в другом месте Ты ошибаешься Джинджер сместился ближе к Хэнку Компьютерные кресла перевернулись Какого у вас смысла, зачем мы написали компьютерные кресла, босс? Это только для взрослых! Игрушки! Не трогайте, это моя коробка неудач Откуда он взял? Листьев не было с самого начала Да и как она ручка сломалась Бен, злодейство А кто решил, что Шароната убила? Ну, спасибо, что Шароната Бен, когти понадобились, чтобы упнуть шарик Ну и сделайте, Шароната будет спасти на него Это же шарик! Или что? Ну вот, спасибо, Том Говорит, пикник начался с Беном Что? Знаешь, Бен, пусть он был злодеем, но он заслужил шанс Ну не шанс, это же просто же нарисовали шарики Не Шаронат, это просто же шарик Штука у него уже упал, но тут-то упал снова Хэнк меняется положение Гармоник отрыжки перевернулись Какого смысла гармоник звучат отрыжки? Хэнк озеркалилась Класс! Почему эта гармошка в твоей коробке неудач? Потому что батарейки сели Да вы что, батарейки сели на гармошке Ну, обязательно, что... Хватит трогать А это что, робот-лизун? Да тебе же, Джинджа, же робот-лизун Кто такой робот-лизун? Или если не робот-лизун, то кричите Слаймы Вот такого невозможно О, это будет кибер-сабля кибер-хэнка! Вот это непонятный предмет Перекрасили до коричневых, но тут серый Полстративная консоль сместилась влево А смартфон сместился вниз Блин, уменьшились А вот задний фонд не уменьшились Пэнт так сильно закричал в доме Если до этого Том и Анджела в пикнике вообще не видеть А именно и сюда смотрят в том студии Да, но ты единственный, кого здесь надо защищать от преступности Хэнк меняется положение в следующем кадре Ну, Тома и Энджелу, их пикник под угрозой Опасный пикник? Это не очень опасно Это злодеи хотят, чтобы вы так думали, это очень логично Как Хэнк говорит логично, что робот мы никогда не узнаем Ну, что Бен говорит спасет Том и Энджелу в пикнике, если узнаем, что просто же тебя спасет? Их пикник под угрозой Опасный пикник? Да ехай с ним, опасный пикник, это же просто же Том и Энджелу спасет и все, потому что Какой неудачи Ладно, только уходите, спасайте кого-нибудь другого Джинджер и Хэнк Флэш Джинджер и Хэнк настолько круто, что умеешь положить вещи в коробке и потянуть к пикнике Освещение до и после Кустик с Джинджером и Хэнком меняется положение Анджела сместился вниз Справа хвостик кончила в стаканчик, в следующем кадре слева Тарелковский оксана к Тому, на следующем кадре панчили Пакет с арбузом меняется положение, в следующем кадре Миска с руками справа, в следующем кадре слева Миска черный, но тут коричневый А белая тарелка исчезла Акустик Джинджера и Хэнка меняется положение Опять освещение отличается Пальцы провалятся в подбородок Рука провалится в живот На тарелке кекси был пять, но тут они три Джинджера и Хэнка маскироваться на кустик Почему Том и Анджела не видел, что там в кустике? Кустик меняется положение Как он, если до этого быстро его маскироваться? Голова провалится в руку Опять освещение отличается Тарелка всего треть, но теперь два Миска с руками меняется положение А также стаканчик Козина меняется положение Том держит одну кексик А вон кексик почему-то не перевернулся Ну вот тут классика Муха летит к пикнике Муха выглядит по-другому А почему сразу же кекси не видел, что это муха? Почему ли, если до этого Хэнка разговаривает И не смотрит про что там в кустике? Джинджер и Хэнк пропадают в следующем кадре А потом появилось На руке Джинджер появился лайм Которое не было на общем плане Как Джинджер так делает сальтухи И прыгать никогда не узнаем Шляпа начинается прыгать Зрачки уменьшились И так еще раз И снова кустик меняется положение И снова опять освещение изменилось Глаза уменьшились Шарик не должен так растянуться. Компьютерные кресла отвергнулись и уменьшились к Джинджеру. А луч света появился. Синий диван не видно. Фонарик чуть-чуть-чуть провалится в одежду. А также еще. Хэнк появился прямо в глазах. Хэнк меняется положение. А также Джинджер меняется положение. Креслеты проходят сквозь руку. Одежда чуть-чуть провалится сквозь одежду. Накраснение свечения. Блин, между кадрами меняется положение. Глаза Джинджера влево, но следственные кадры вверху. Очень логично. Такого звука робот движется. И почему Хэнк делает, как робот-то? И таки, еще плюс два ГХ. Голова Джинджера проходит сквозь плечи. Лицо Бене Дори и Дори в следующем кадре. Такого невозможно. А где муха? Рука провалится щей. Такого суперслайма и какой-то смысл. Солнце должна быть своим высохнуть. Слаймы точно приклеил. Такого, что кексик убрать, потом если начинается что-нибудь скушать, ничего нету. Загружай, негодяй! Не трогайте муху, друзья! Палец провалится в фонарик. Вервка провалится в плечи. Фонарик светит, но когда Хэнк нажимает кнопку, ну фонарик почему-то светит. У Хэнка пропал язык. Корзина с арбузами сместился вправо. А стаканчик сместился вправо. А вторая тарелка исчезла. Чашка с фруктами сместился влево. Тарелка с кексами сместился вверх. Тарелка с ложками сместился вниз. Тарелка с кексом и белый крем появилась. И снова Крустик меняется положение. И опять снова освещение отличается. Но вот то, что кажется, муха не боится свету. Потом понадобится что уходить муху. Ха-ха, не трогайте муху, друзья! Мухи часть пикника. И муравьи, и солнечные ожоги тоже. Да тебе же пикнике нельзя быть мухой, но это не обязательно. Что десекомые быть в пикнике. У Джинджера пропала тень. Джинджер меняется положение. И опять Крустик меняется положение. Задний фон до и задний фон после. Немного освещение отличается. Тарелка с кексами меняется положение. А тарелка с ложками и нож не видно. Часка с фруктами и стаканчик сместился вправо. Груша кто-то ел. Трубочка в золотой, тут коричневый. Частью, вы уверены? А что вы знаете о сумасшедших злодеях-изобретателях? Частью, вы уверены? Да ладно. Что вы знаете о сумасшедших злодеях-изобретателях? А синий дом не видно. Единственный знакомый нам сумасшедший ученый-то Бен. Но он просто делает изобретение, которое контролирует время. И снова опять кустик меняется положение. И опять снова освещение отличается. И Джинджер пропал. Что делает изобретение, которое контролирует время. Да вы контролирует время? Серьезно что ли? Дерево сместился вправо. Расстояние между дерево и розовый дом изменилось. А вот здесь дерево сместился влево. Средний фон меняется и освещение отличается. И кустик меняется положение. Хэнк пошел за кустика, но тут они за дом. И снова кустик меняется положение. И освещение отличается. Рука фонарик провалится от дежды. А затем когти провалится рука фонарик Хэнка. Сыгайся, доктор... Капуша! Доктор Капушек. Ну серьезно что ли? Ключ исчезло. Красный диван пропал. На полке не видно. Браслета провалится руку. Достал Джинджера Лизун из воздуха. Таксин его бросает тогда. Одежда провалится плечи. А где красная отвертка? Контрольное время меняется положение. Одежда провалится от текстуры. Дубль два. И еще дубль три. Ну да, контрольное время, стоп, если дай за вас, что стоп делать. Джинджер и Хэнк посмотрел в камеру. Расстояние между Джинджер и Хэнк изменилось. Откуда взял коралл-каспица, если их не было с самого начала? Телевизор появится из воздуха. У Бэна Косоглази. Ну вот тут два раза кустик меняется положение. Вот здесь какая-то зеленая появилась. Почему там начинается не доеть арбузы? Если должна быть, это выглядит вот так. Если нажмем на арбуз, ты его сам сможешь съесть? Ух ты. Ух ты. Нифига себе. Козина с арбузами меняется положение. И стаканчик появилось. И чашка с фруктами меняется положение. Чашка с фруктами перевернулись. Рука Анджелы провалится голову Анджелы. На Катома провалится коврик пикнике. Это гораздо веселее, чем играть в супергероев, как Хэнк и Джинджер. Да теперь же не просто же играл в супергерой. А Лесли ходит в пикнике, Лесли обращал, что играл в супергерой. Нам очень... Он настолько крутой, что смог вопить вишнюю кроту Анджелы. Ты вообще что, шарина-то будет злодей? Да и вообще что, шарина-то будет драться? Арбуз повернулись 180 градусов. Да и как оно происходит, шарина-то побить? Да это же шарик, хотя супергерой играет шарик. И почему он настолько крутой, что катится в арбузовыми луками? Шарики Лесли растянулись, и почему у них хлопот? А, хлопот, показалось! Чего так хлопается, а чеется в 5 секунд? Ну вот тут проблема с шариком. Сверхка на шарик точно исчезла. Браслеты провалятся сквозь руку. Столик исчез, а также игровое кресло. Шарик точно стоит, меняется положение. Сверхка на шарик провалятся плечи. И еще разочек. И с самого начала еще разочек. Голова проходит сквозь спине. Подбородок чуть-чуть провалятся плечи. Положи арбуз и помоги мне с этим. Да не положу, Бен! Отстань меня, что ты говоришь, я не помню. Веревка в шарик провалится голову Джинджера. Расстояние между хренкой Джинджера изменилось. И так еще раз. Шароматры меняется положение. Здесь слева задний фон изменился. На полке белый и оранжевый днига сместился чуть-чуть вправо. Между кадрами фон появился размыт. Освещение до и освещение после. Коробка в слезон сместилась вправо. Внимание, быстро этого анимации. Этого знака исчезла. Джинджер меняется положение, а также Хэнк. А почему Хэнк ухозак и на руке рука фонарь? Серьезно что ли? Ферта похож на пружину исчезла, а также есть темно-серая штуковина. Ну еще два осталось ляпы. Бен меняется положение, а коробка с игрушками меняется положение. Лицо Бена до и до в следующем кадре. Пальцы Бена провалились в голову. Ну вот тут и снова Бен уменьшились до увеличивались. Хэнк шлям ухо закрыл. Почему в Бен сразу же не стали красные глаза? Рука повалились в живот. Рука фонарь повалились в одежду. Шах, пришло время остановить тебя! Нельзя останавливать время! Почему в Джинджер на руке часы? Это невидимое что ли, которое вам время? Джинджер между кадрами меняется положение и также Хэнк. Джинджер и Хэнк стоят сцены, но в следующем кадре они пропадут. Те расстояние между Джинджер и Хэнка изменилось. Джинджер меняется положение в следующем кадре. Джинджер и Хэнк начинаются уже не прыгать, но в следующем кадре он уже начинается прыгать. Работает! Почему Хэнк нос пикает как бибиб? И почему не бывает такого смысла? Тут неестественные звуки. Хэнк тыкнул носом, но не сильно... Во-первых, Бен настолько крыл, что умеет завязывать Джинджер и Хэнка. И второй, почему так долго завязывали Джинджер и Хэнка повязку на потолок, чтобы ей сил не упасть тогда? И в-третьих, какого смысл Лизуна к вальтуре Джинджер и Хэнка? И четвертый, Бен, какого смысл этого Бен злодея и придется убить Джинджер и Хэнка? Расстояние между Хэнка и Джинджера изменилось. А Джинджер и Хэнк точно меняется положение. Рука Бена провали спине. Как он вообще быстро стал? Как-то не похоже, что им весело, правда? Нет, нисколечко. Я тоже хочу быть супергерой! Откуда, что знает, это Том и Анджела играют супергероя, как Хэнка и Джинджер? Корзина с арбузами исчезла. Чашка с фруктами сместилась справа к Тому. Откуда коробка предметов залазь, если их не было вообще-то? Габа Анджела до еды в следующем кадре. Чашка с фруктами меняется положение. Тарелка исчезла. ПО-КТОТА ПО-КТОТА ПО-КТОТОТОВА. ПО-КТОТА ПО-КТОТОТОВА. Эм! Хахахахахахахахаха! ПО-КТОТОВА. Телевизор пропал. Да ещё на полке. Мага Бена чуть-чуть с текстурой 100. Когда Джинджера выпил ненализу на Кварту, но тут её в следующем кадре нет. ПО-КТОТОВА. ПО-КТОТОНОМ ВОЗДУХИ ПО-ВЕСТИ. Пока не победим тебя! Я не суперзлодей! И кто тут собрался меня победить? Кого-то Бензлодей победил с этого его. Пусть если он победит, дай свой этого. Сегодня точно мой день! Бензлодей посмотрел в камеру. Как он долго растерзший супергерой. Если так долго, должно быть спасёнок. Ну ясно, ясно. Ну если решил, что герой спасать. Фон стартанул, становится кирпича. Такого есть, если не получится так круто. И почему арбуза должна быть упасть? В эту телевизор вообще что должна задавить телевизор? А вы вообще кто такие? Ну? Том исчезла. Я друг Том! Я друг! Вдруг? Что значит вдруг? Ноги провалились в текстуру живот. И какого смысла ноги пинать арбуз? Отрубились его притяжения. Глаза уменьшились. А арбуз остановилась раньше времени. Связаны! Потому что я за... Советский параллель с текстурой живот. Здесь лежала подушка, но тут его нет. А так же верёвка совсем маленький. Ключ был справа, а тут слева. А какого смысла остановитель времени, если он до этого Бен всё сделал? Ты остановитель так долго, если он надеялся всё это время. Доктор Капушин. И кстати, он мне идиот. А ещё я успел поесть и отдохнуть. Поб не поесть и отдохнуть, а если вы как Бен сидя на кресле и поесть. Но у него, как и у всех, есть слабое место. Команда... Средний фон становится прямо в глазах. И Джинджер, что ты стремительный? Если до этого Джинджер взял гармоника с разночной матричкой, но тут и не Анджела стали другом гармоника. Что это такое за фон такого смыслу? Арбуз пролезть в том щёке. Спасибо, парень Том. Как вы посмели отвлечь меня от работы? Рука проходит текстурой голова. Остановитель времени проводить шляпа. Задний фон отличается между кадрами. Этого смысла просто же лизун остановитель времени. И даже не думает, что Стоп делает. Джинджер меняется положение между кадрами. Зрачки уменьшились. До какого смысла так не получится, так не работает? Средка меняется положение. И почему дубль-два не стали красные глаза? Анджела такое падающее неестественно. Для вас выступит Дива! Такого сильно громко не должно быть. Прожектор исчезла. У Бена совсем чуть-чуть козаквази. Ты опять совсем восстановитель времени, что ли? Если заменить, так я сделала понятно. Да, и как она восстановитель времени? Дверь кто-то закрыл. Гитара какой-то звук играл. Неестественные звуки. Скажи-ка, а в чем твоя сила? Она классная. Классная сила, а кто? А кто вы заметили, что это классная сила? Или что за цвет? Арбуз, походу, как медь. Стол исчезла. Пропал синий диван. Хэнк просто исчезла. Как так все равно, просто Анджинджер просто летает, но невозможно. Почему звук лошади? Как так все равно, что шикотает и бросает его остановить время. Хэнк так крутой стал. Вы его просто же, почему не так лезет в завязь, если так его завязь выглядит? Вот так. Потом появился из воздуха в следующем кадре. И только слезы, доктор Капуша, малыш Клакса. Фу, такой странный малыш так делает. Басин, я перестарался, но я просто хотел закончить замедлитель времени, а Хэнк и Джинджер мешали мне. Время и Хэнк и Джинджер не мешали, вы еще не странно. Расстояние между Томми и Анджелой изменилось. Ладно, мы их подослали. Мы хотели провести пикник наедине. Одну минуту! Все это ради вашей романтической чепухи? Если пикник наедине, не обязательно, что лезер герой спасает. Если плохая идея, что лезер не спасает от тебя. Ну да, если выглядит, как Хэнк и Джинджер завязли в веревку, это и все, внимание. У Джинджера и Хэнка начинается быстроспособность. Защищать город! Я с тобой, Липкий Джинджер! Не волнуйтесь, они его скоро сломают. Скоро сломают? Это не честно. Ребята, уходите!